Саль, но я знаю, что твое сердце очень трепетное и нежное. Ты всегда обливаешься кровью, когда видишь бездомное животное. Это правда, Саш. И, кстати, у меня возникает очень много вопросов по поводу строительства приюта у нас в Симферополе, которые все анонсировали, обещали, а в итоге до сих пор мы такого приюта не имеем. Но я думаю, что на этот вопрос нам более подробно ответит наша следующая гостья Нина Сергеевна Звюсько, волонтер Крымской региональной общественной организации «Верный друг». Ну, согласись, приюта нам не хватает. Не хватает. Вот я уже дома, кого мог, приютил три собаки, два кота у меня живет. Но этого, наверное, недостаточно. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот у нас человек, который уже у себя дома создал приют. Но я так понимаю, что все-таки... Небольшой. Небольшой. А вот создать побольше – это уже проблематичнее. Как у нас сейчас обстоят дела с приютом в Симферополе, который вот строили-строили, но так и не построили? Ну, смотрите, в 2018 году, в мае, началась стройка, строительство приюта. Первого этапа. Но подрядчики не справились, они должны были вот в начало 2019 года сдать строительство. Ну, они не справились, поэтому получилась долгая пауза. Но, в принципе, большинство работ были проведены. И сейчас, на данный момент, проводится конкурс, тендер на нового подрядчика, и начнется скоро строительство. Скажите, а в ком районе располагается этот приют, и на сколько он большой? В районе улицы Крымской Правды большой будет на 200 собак. А кошек? Кошки пока не рассчитаны, потому что строительство пока что только вольеров идет. Но вот второй этап по проекту – там будет большая ветеринарная клиника, в которой будут расположены также вольеры для кошек. То есть получается, что там не только собаки будут жить, но еще и лечиться? Конечно, конечно. Будут лечиться, стерилизоваться. Тех, которых можно будет выпустить на улицу, будем выпускать на улицу. Тех, кого нельзя вернуть в среду обитания, будут жить у нас в приюте. А какие показания для возвращения в среду обитания? Ну, если за собакой ухаживают, вот она, допустим, живет во дворе многоэтажного дома. За ней ухаживают, ее любят. Конечно, мы ее можем вернуть на то место, где она жила. Ну, а вот вы сказали, что строительство остановилось на каком-то этапе. Вот интересно, на каком именно этапе? Хочется более подробно узнать. То есть есть ли уже вольеры, они выстроены или все-таки пока что это какая-то облагороженная территория? Смотрите, территорию расчистили, построили хоз уже по стройку. В принципе, она готова, но остались какие-то мелочи отделочной работы. То же самое с вольерами. Вольеры практически все уже построены, поставлены конструкции. Единственное, осталось провести туда коммуникации, электричество, воду. Ну, и там по мелочам навесить калитки, крючки сделать и так далее. То есть, в принципе, большая часть работ уже сделана на данный этап. А вот почему было выбрано такое место? Это же все-таки центр города, можно сказать. Обычно размещаются за окрестностями города. В принципе, там не так много людей живет. Там такая база, разные строительные компании. То есть, это не будет кому-то мешать? Да, да, это не будет мешать людям, конечно. А 200 собак это много или мало? Ну, на самом деле, если посчитать, в нашем городе очень много бездомных животных. И на самом деле, 200 собак это не так много. Потому что, ну, мы надеемся на то, что их будут забирать люди, приходить. И на их место мы будем брать новых собак. А кто будет работать в этом приюте? Рассчитано ли, что только волонтеры будут своими силами? Или все-таки там будет какой-то укомплектованный штат? Ну, мы надеемся на то, что будут наняты именно работники. Ну, и, конечно же, будут приходить волонтеры помогать. Скажите, а питание собак будет происходить за счет городских средств? Или это только волонтерские пожертвования? Ну, на этот счет я вот точно не знаю еще, мы не уточняли. Потому что приюта-то, собственно говоря, пока еще нет. Но мы надеемся, что раз такие деньги были выделены на строительство приюта, то найдется тогда средства, да, и на кормление. Про питание. Хорошо. А вот где сейчас животные обитают? Где сейчас вы их размещаете? Я так понимаю, наверное, каждый у себя дома. Вот кто сколько может себе забрать? Насколько позволяют квадратные метры? Столько и живет потом. Ну, смотрите, да, есть волонтеры, которые содержат у себя большое количество животных дома. Но также у нас, вот в нашей организации «Верный друг» есть три передержки, в которых содержится около 200 собак, вот на данный момент, и также кошки. Вот в нашей передержке, которая находится, в принципе, на территории строительства приюта, на данный момент вот 70 собак, и они живут, ну, в старых вольерах, которые мы собственными силами строили, как говорится, из того, что было, то из того и слепили. А вот еще интересна судьба приюта, который когда-то размещался в Каменке. Вот я знаю, что там тоже было огромное количество собак. Многие симферопольцы очень негативно относились к этому приюту и даже называли его не приютом. Что сейчас с теми собаками произошло? Ну, их куда-то переселили, или они продолжают там обитать? Смотрите, на данный момент уже вот не существует той организации СИМЭКа, которая была, но на той территории размещается тоже вот наша третья передержка, можно сказать. Пока что они там обитают. Да, так что там тоже обитают собаки, и тоже они активно пристраиваются. Нина Сергеевна, у нас, к сожалению, осталось 30 секунд. Я прошу вас обратиться к горожанам и всем тем, кто нас сейчас смотрит. Может быть, как-то можно помочь вам? Конечно, приходите. Самое главное, это вот нам очень нужны волонтеры, руки, люди, которые будут приходить, выгуливать собак, помогать по хозяйству. Также можно помогать продуктами нам. А можно просто забрать домой, кого-нибудь верного друга себе. Конечно, это самая главная помощь, да. Если вы заберете кого-то, у нас освободится место для нового хвостика. Тем более, вы сказали 600. Сейчас верных друзей ожидают своего хозяина, ожидают своего человека. И, конечно, все эти хвостики. 200, 200. Тоже немало. Напоминаем, в гостях нашей студии здесь Конина Сергеевна, волонтер Крымской региональной общественной организации «Верный друг». Большое спасибо.